так в общем-то варил я машину варил 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 и доварился до такого момента нужно знаете что меня цели блоки балки ну что не могу выставить центр сейчас покажу покажу как она почему так парни вот собственно там подрамник лежит какая-то банка видите сломался болт кусок сайлентблока остался втулка от сайлентблока осталось и все вот и там вот вылезла в общем купил новый сайлентблоки сейчас заменю сайлентблоки и тогда уже буду дальше варить это все дело купил вот такие сайлентблоки фэби это два передних и вот эти два задних где-то сейчас я распечатаю вот такие вот стоят сзади так что стоимость их по 10 рублей за каждый и того за четыре штуки вышло 40 рубасов в долларах это где-то примерно долларов 15-17 может доллар 25 10 долларов 25 рублей 20 долларов 50 ну в общем-то долларов 15 плюс минус точно посчитаю и цена будет так что сейчас вытаскиваю подрамник и расскажу как менять но это для тех кто 2021 году не знает как самому поменять сайлентблоки старой тачкой вообще принципе суть то везде одна и та же так значит смотрите вот у нас подрамник вот у нас верхние сайлентблоки с той стороны аналогично только болт надо застать по моему даже и не достается если не я не ошибаюсь так для того чтобы легче он вылез же резиновый ну тут естественно есть обойма вот по краю железная чтобы легче он вылез я выжгу сейчас горелкой всю резину передних ну и соответственно задних тоже потому что резина будет мешать не будет он уходить не захочет вылазить так что все зажигаю горелку выжигаю всю резину не знаю ну немножко времени займет и потом уже покажу наставочку и молотком долбим скажем так в общем ждите такая вот горелка газ со светофора не очень небо сказал такой себе но зато дешевый сейчас подожгу и буду выжигать подранник нас он там собственно лежит сейчас будем сжечь резину и вот так вот ребята выжигаем резину желательно еще вооружиться какой-нибудь отверткой чтобы пропихивать угольки короче жжем жжем до того пока обойма одна не останется но чтоб легче было принципе там до самой обоймы можно не выжигать я сделаю так это для тех у кого нет пресса чтобы выпрессовать если есть пресс можно этим и не заниматься выжиг саленблоки выжиг саленблоки передние тут тебя как бы делов то особо просто выжиг да и все а вот которые стоят сзади тут еще одних осталась обойма такая вот она здесь приварена не знаю кто это варил возможно уже сами не знаю для чего вообще непонятно и вот здесь тоже заварено вот в этом месте чем это надо сейчас все срезать и выбивать их как-то вниз сейчас конечно помучаюсь ребят как оказалось до девяносто третьего года саленблоки ставились другие вот такие вот не такие как я показывал люди все их показывать показал а вот такие вот но машина то у нас 85 по идее должны были стоять типа собой но почему-то стоят такие видимо наверное подрамник уже меняли на старый новые вернее покупали другой подрамники и вот с дореста ну ладно съездил магазин поменял взял вот эти которые нужны так ребят почистил в общем дрелью такой насадкой все места вот эти под под саленблоки тут заварил от было сгнило было дырка и вот приварил там не был троп приварен короче ну естественно тут почистил там почистил сейчас самим долг подать вернее здесь останет и буду уже прессовать так как говорится не поможешь не подъедет не подмажешь не поедешь сейчас возьму масло какое-нибудь немножечко смажу саленблок чтобы лучше залез и запрессовать буду смазал сама посадочная это у нас передние саленблоки такие вот они у нас смазал немножечко тоже саленблок не знаю каким-то маслом не знаю на гидравлическое похоже и сейчас буду туда его запрессовать по идее не сильно там и трудно должен залезать усилие конечно придется предложить но не огромные все прессую качестве чисто своего эксперимента с этой стороны вы помазал маслом с этой стороны помазал вы дешкой такая вот форч vd-40 типа типа vd-40 ну не знаю вроде хорошая кстати буду пробовать какой за легче залезет что ж могу с венностью сказать что если помазать маслом залетает вообще просто на у раз одного удара а вот в дешкой я в общем-то постукал в около минуты наверное вот этот залез просто с первого удара бах и все и и ушел до конца так что мы будем мазать маслом такие дела сейчас переворачиваю подрамник потому что задние саленблоки прессуется сверху вниз то есть эта часть по моим должна быть ну то есть вот так вот они должны стоять но запрессовывать их сверху сверху вниз вот так переворачиваю видим этот уже у нас залез тот сидит и вот эти вот сейчас вот таким вот образом сейчас тоже все помажу не помажешь не поедешь и тоже будем забивать только уже сверху так с этими саленблоки вами уже немножко другая технология так из-за вот этого вот бортика они не хотят залазить ну типа просто не забить их никак не знаю ну может если совсем вообще сдуру валить кувалтой это сомневаюсь короче придумал другую схему так берем вот берем болт обычный от подрамника с этого же подрамника ну естественно тут надо все помазать маслом сюда чик вставляем получается не блок вот так вот через болт вставляем с другой стороны берем шайбу с гайкой шайба тоже с этого подрамника гайки естественно другая вставляем все это дело значит так чик предварительно маслом все это смазать а то точно не залезет закручиваем сюда гайкой как раз она должна подойти и немножко поджимаем но сейчас я расскажу так вот все помазано немножечко поджал совсем там витка 2 и сейчас буду отверткой вот этот бортик вот этот вот запихивать его в общем туда сейчас буду немножечко так чик 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 так немного отверточкой пропихнул снова смазал маслом полил и сейчас будут опять дальше пропихивать все вот так вот ребята видите пропал бортик уже сейчас снова маслицем смажу и уже буду зажимать должен залезть если одна сторона перекосится немножко отпустите снова подпихайте и начинайте зажимать но там она в принципе втулку убрется можно еще будет солен блок этот весь покрутить вместе с этим и тогда точно все сядет не так вот у нас почти сидит сейчас беру и вот так вот его ворочаю он прийти сел нужно немножко провернуть чтобы лучше было чтобы он там лучше уселся вот это в принципе на этом и закончим цилиндлок прессован сейчас разберу эту конструкцию покажу в общем и целом вид ну вот и все новые цилиндлоки на месте все круто все стоит так как нужно все в общем-то замечательно такие вот дела пишем вот эту сварку даже и защищать не буду дальнейшем скорее всего уже перед сборкой машины буду завезу наверно подрамник этот на пескоструй пустой вот песочек красиво покрашиваю ну как-то не дело такой ржавый ставить не хочется мне вот и на этом все ребята всем кто понравился ролик ставьте палец вверх подписывайтесь ставьте лайки комментарии не забудь как тебе понравилось интересно можно вообще любое ставку это гибил ты что-то не так делал короче ребят всем спасибо пока пока